Друзья, всем привет! Сегодня просто отличный день! Вы спросите меня, почему? Ведь всё валится, рынок валится. На самом деле, всё лучше, чем было 2-3 дня назад. Мы понимаем, что биткоин не прошёл тест поддержки линии сопротивления. Это значит только одно. Нам ни в коем случае нельзя сейчас его покупать. Да-да, возможно, вы скажете, что... Как не покупать? Мы сейчас идём вниз. Ты сам говорил, что мы потом его продадим выгоднее. Ребят, нет, это абсолютно не так. И предыдущий ролик мой любимый тому подтверждение. Хомяки увидели только картинку. Те, кто смотрели глубже, они увидели то, что она действительно толковые вещи говорила. Да, с моих слов, но информацию вы получили. А только дураки увидели картинку, не вникнув в суть. Лично я думаю, что нынешнее падение биткоина напрямую связано с новостным фоном. Потому что действительно, вокруг него сейчас рисуется довольно-таки негативный фон. По биткоину всё априори ясно. Ничего с ним не делать, исключительно смотреть. Он нам должен показать истинную зону поддержки, с какой мы реально сможем его закупать. Пока таковой нет. Те, кто следит за моими ордерами в группе, ссылочка будет в описании. Видели, что я начал покупать Zcash? Почему я так сделал? Всё очень просто. Он шёл в одном коридоре и реально сформировал некую зону поддержки. И сейчас провалился ниже её. И это действительно хорошая возможность его сейчас закупить. Лично я начал покупать его с 500 с чем-то долларов. Сейчас он уже упал до 480. По мне, так это сладкая цена. Но опять же, я хочу вам напомнить, что на этом канале я рассказываю исключительно, как торгую я. Ни в коем случае не подстрекая вас к таким же действиям. Но, собственно говоря, возникает главный вопрос, что купить? Ребят, те, у кого есть свободные фиатные средства, я считаю, что самый верняковый вариант, это дождаться, когда Ripple у нас откатится хотя бы до 1.1, 1.2. Потому что психологическая отметка в 1 доллар плюс-минус подходит Ripple. И купив его в зоне 1 доллара 10 центов, вы определённо не потеряете, даже если он упадёт ниже доллара. Да, ребят, возможно, вам довольно сложно понять такую логику. Но торговать это, знаете, не в муку бздеть. Поэтому здесь есть тоже свои правила. И только придерживаясь их, можно зарабатывать. Единственное, к чему я вас очень-очень сильно призываю. Ребят, сейчас рынок лихорадит. Ни в коем случае не продавайте ничего дешевле, нежели вы что-то купили. Давайте я даже сделаю проще. Я вам скажу, зоны продажи основных валют. Эфир от 1.5 тысяч долларов. Биткоин кэш от 3.5 тысяч долларов. Биткоин от 21 тысячи долларов. Ripple, ну где-то двушечка его можно продавать нормально. 2, 2 и 3, вот так вот. Не помню, зэк говорил или нет, 800 баксов. Dash, 1400 долларов. Друзья, я вас уверяю, не рыпайтесь раньше этих значений. Ну или хотя бы дождитесь, чтобы мы вошли в область этих значений. Ни в коем случае не работайте в минус. Это хомячийный подход. Ребят, мы делаем только профит. Я понимаю, я сейчас скажу одну вещь, вы со мной не согласитесь. Многие, по крайней мере, не согласятся. То, что стопы обязательно важны. Нет, ребят, я считаю, что стопы это исключительно биржевая торговля. Этот рынок слишком волатильный. Вы, правда, никогда не спрогнозируете движение той или иной монеты на крипторынке, используя исключительно теханализ биржевой. Здесь свои правила, я не устаю это повторять. Дорогие мои, как я уже неоднократно говорил, как хочу, так и делаю формат своих видео. Поэтому, даже если я захочу сделать кота, который будет напрямую транслировать свои мысли вам в мозг, я так сделаю. Это мой канал, и я вам реально ничего не должен. Мне очень приятно, что есть адекватные ребята, которые просто посмеются, усвоят нужную информацию, поймут, что мы не просто хернёй какой-то занимаемся, а зарабатываем бабки. И одобрят то, что всё-таки наш канал отличается от всей этой массы скучных аналитических каналов. И действительно расстраивает, что так много недалёких людей. Но, ребят, я вас здесь не держу. Это ваш выбор, быть здесь или не быть. Вот в чём вопрос. Да, ребят, реклама. Покупайте, доктор Пеппер. По поводу рекламы. То, что внизу в описании, ни в коем случае не нацелено сгрести с вас бабки напрямую. Действительно, там есть два места. Место, где я торгую, и где реально выгодно покупать с банковской карты. И BestChange. Это действительно, пожалуй, единственный способ, где вас не обманут. Да, комиссия будет выше, но если вам прямо сейчас нужна крипта, то поверьте, лучше использовать BestChange, чем LocalBitcoins, в котором реально дофига народу кинули. Но это так, исключительно мои соображения о птичках. Не нравится? Не пользуйтесь. Я вас в ни в коем случае не убеждаю. Ладно, ребят, пожалуй, буду закругляться. Подписывайтесь, оставляйте свои мысли в комментариях. Всем всего самого наилучшего. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok